Валерий Владимирович, первый вопрос. Как инфицированность смогла повлиять на здоровье будущей мамы, сейчас уже настоящей, и на здоровье ее ребенка? Если в целом этот вопрос освещать с позиции инфекционных болезней, существует такой вариант, как передача возбудителя от матери к ребенку. Во многом прогноз и дальнейшее течение состояния здоровья ребенка определяется периодом передачи вируса. Это как вариант, например, еще период внутриутробного развития через плаценту, или это происходит непосредственно в момент родов, или это происходит в ближайшие секунды, минуты после родов. В зависимости от этого и определяются риски для здоровья ребенка. Поэтому в какой период произошло инфицирование, следовательно, отсюда можно и строить какие-то прогнозы по здоровью. То есть оно могло и не произойти до сих пор? Что и не произойти. Для сравнения, например, при ВИЧ-инфекции, без каких-либо профилактических мероприятий, риск рождения инфицированного ребенка составляет примерно 30-35%. А если, предположим, что ребенок заражен, то это будет считаться, что как будто бы он переболел, или у него теперь пожизненный иммунитет? Какой сценарий может быть? А это вот другая история. Здесь речь идет о передаче ребенку защитных антител от переболевшей мамы. В данном случае ребенок, он не будет иметь клинических проявлений, но у него на короткое, достаточно короткое время, ну, в среднем это до полугода, будут защитные антитела мамины, которые будут его защищать именно от развития болезни, не от инфицирования, а от развития болезни, что позволит, в свою очередь, иммунной системе возрасти и уже, в общем-то, быть более вооруженной на будущие дни, когда на будущие годы, когда материнский иммунитет уже, естественно, уйдет. Следующий вопрос. Вот смотрите. Первая зараженная была женщина из Доминиканы. Следующий – ее супруг. Третий зараженный – это человек, с которым контактировал мужчина. Сейчас появляется уже родившая мама. Это что, новый круг заражения у нас начался или откуда у него появился вирус? Сейчас не отвечу на этот вопрос. Для этого нужна дополнительная информация, исследование, в том числе и специалистов-эпидемиолога, специалистов Роспотребнадзора. Я думаю, через какое-то время у нас появится ответ на этот вопрос. Тогда поясните, пожалуйста, почему далеко не всех, кто гипотетически или реально контактировал с уже подтвержденными зараженными, тестирует? Сейчас очень актуальный вопрос. Здесь имеет значение два момента. Первый – это сам факт определения круга контактирующих. Здесь, безусловно, это такая комплексная межведомственная работа. И в большей степени она, конечно, ложится на плечи специалистов Роспотребнадзора. Но, с другой стороны, и сам проконтактировавший может помочь в этой ситуации, внести большую ясность по происходящей ситуации. В этом случае, если человек понимает, я бы сказал, даже максимально осознает, близко к 100%, не додумывает, не придумывает, не фантазирует сам, а четко может ответить за то, что он был в близком контакте с тем человеком, которому был лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, вот тогда есть смысл обозначить себя как проконтактировавшего в ближайшую поликлинику, передать эту информацию по телефону. Но здесь, опять же, давайте расставим акценты. Если человек осознает и признает сам для себя факт того, что он проконтактировал с больным COVID-19, тогда что он должен сделать в первую очередь? Не поднимать панику и не выкладывать в соцсети, что меня никто не обследует, а погрузить себя в состояние самоизоляции, обозначить себя в территориальную поликлинику, по большому счету, вот это будет правильный шаг в сложившейся ситуации. Мы понимаем, что на сегодняшний день тех лиц, которые подлежат обследованию, это не десятки и даже не сотни. Поэтому надо рационально подходить к складывающейся ситуации и найти, не сваливать ответственность и претензии только в одну сторону. А если у такого человека уже поднимается высокая температура, он о себе кричит, но к нему все равно никто не приезжает, это недоработка системы или это нормальная ситуация? Ему просто надо ждать, я не знаю, неделю. Я мало представляю, о чем вы говорите, но то, как вы произносите, это ненормальная ситуация. Для этого и существует и участковая служба, и служба скорой помощи, которая, в принципе, независимо от того, что сейчас в мире происходит, как это работало в прошлые годы, десятилетия, но здесь другого варианта нет. В любом случае помощь должна быть оказана, и она оказывается. Поясните, пожалуйста, какое сейчас лечение проходят зараженные коронавирусом? Часть препаратов, которые мы и на сегодняшний день успешно активно используем для лечения ВИЧ-инфекции, часть препаратов, которые используются для лечения малярии, для лечения острых вирусных, респираторных инфекций, гриппа. То есть это целая горсть таблеток? Ну, это перечень препаратов, которые назначаются, возможно, как монотерапия в одном препарате, или как комбинация, но это определяется статусом пациента и степенью его тяжести. То есть это не значит, что это горсть таблеток или стакан капель, которые прописываются одному пациенту. Нет, у каждого своя индивидуальная схема в зависимости от его соматического статуса, преморбидного фона. Предположим, человек недавно переболел гриппом, и он теперь более подвержен заразитой коронавирусом, или наоборот, он в более выигрышном положении. То есть есть ли общий иммунитет на такие респираторные заболевания? Нет, общего иммунитета нет. Он типоспецифический, он видоспецифический, типоспецифический. Более того, даже если говорить про иммунитет против гриппа, это тоже очень тонкая материя, и иммунитет формируется к возбудителю, который вызвал болезнь здесь и сейчас. Если, допустим, через год произойдет смена антигенного состава, то есть вирус несколько поменяется, то прошлогодний иммунитет уже не будет работать именно по этому принципу. И работает ежегодная вакцина, актуализированная вакцина против гриппа. Почему мы каждый год призываем прививаться против гриппа? Для того, чтобы формировать именно актуальный иммунитет. А иммунитет против гриппа, ну, по крайней мере, из тех знаний, которые есть на сегодняшний день, ну, никакого отношения к невосприимчивости или к какому-то особому течению коронавирусной инфекции не имеет. Это две разные истории. Но я правильно понимаю, мы все переболеем коронавирусом? Сложно сказать, как это будет. Четко понятно, что мы сейчас должны приложить максимум усилий, чтобы выйти с наименьшими потерями. Если проводить аналогию с другими инфекционными болезнями, бывает так, что не в один эпидезон заболеваемость вовлекается все население. Это может быть несколько кругов, несколько эпидемических периодов в течение нескольких лет. Как будет в этом случае, никто сейчас не скажет. Есть предположение о том, что вирус может полностью уйти из популяции. Есть людей. И есть предположение о том, что вирус, возможно, потеряет свою вирулентность. И вот такую клиническую значимость и войдет в ряд, или, как это можно по-другому сказать, в список других коронавирусов, которые традиционно встречаются регулярно каждый год. Надо сказать, что из всех причин острых респираторно-вирусных инфекций причина, как возбудитель коронавируса, составляет из года в год примерно 10-15%. Вот, возможно, этот вариант коронавируса отойдет в тот же список, в ту же категорию. Надо ли тем, кто сейчас решил резко бросить курить, бросать? Это правильная тактика сейчас? Да, сам факт не курения – это есть большой плюс к здоровью. Человек, который курит, он подвергает себя большему риску по многим болезням соматическим, по болезням органов дыхания, безусловно, сердечно-сосудистой системы. Ну и в той ситуации, когда мы говорим, чтобы минимизировать контакт с предметами, вот сейчас период, ну это будет правильное решение. Другое дело, что нужно, опять же, максимально мягко выйти из этой ситуации. Поэтому, как это сделать, я думаю, есть резон проговорить со своим лечащим врачом. Так, чтобы это было комфортно и эффективно. Чтобы это не было какой-то экстремальной ситуацией, которая подведет человека к каким-то действиям, повышающим риск инфицирования коронавирусной инфекции. И последний вопрос. Разъясните, пожалуйста, еще раз, почему нам нужно часто мыть руки? Ведь коронавирус, он передается воздушно-капельным путем, причем тут руки, казалось бы. Да. Ну, для чего нам нужно маску носить и почему мы должны ее регулярно менять, это всем понятно. Почему мы должны чаще мыть руки? Ну, по сути, тоже очевидно. Возбудитель выделяется из организма человека с помощью мелких дисперсных капель, да, слизи, мокроты. И вот те самые капли могут оседать на поверхностях, на окружающих. Ровно так же не всегда человек обладает этикетом кашля и может чихать, кашлять, возможно, ну, каким-то образом механически вытирать слизистую там из носа или из губ ладонями. И затем этими же ладонями касаться определенных поверхностей и предметов. Кронавирус способен несколько часов сохраняться на этих предметах. И, соответственно, таким образом может реализоваться передача вируса от одного к другому. Вот именно по этой причине. Выделяется воздушно-капельно, но руки могут быть фактором передачи. А еще, например, мы можем коснуться какого-нибудь поручня, а потом лица. Да, и таким образом, да, занести через слизистые, также почесать в области носа, в области глаз. И таким образом, возможно, произойдет инфицирование. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»